Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Умовный пожар, эвакуация персонала, день и в экстремальных умовах. На злине прошли масштабные влучения. А сейчас об этом и иншим подробно. Сегодня отбылся визит на Гомельщину президента Беларуси Александра Лукашенко. Кировник державы побывал в Будокошалеве, где наведал широкие объекты социальной сферы и ознайомился с некоторыми пытаниями социально-экономичного развития в области. В этом году с девяти основных показчиков на Гомельщине по кульне выконывается только один по снижении затраты на вытворчасть и реализацию продукции. Причем до планового задания не хапает всего 0,4%. В общем, по темпах развития экономики Гомельщина зараз займает третье место в сярод регионах Беларуси, заступающие только Минской и Брестской областям. При этом, в сравнении с минулым годом, все лето объемы вытворчасти сквали 105%, а продукции сельской господарки – 103%. Разом с тем, основная проблема, которую огушевают президенту, связана минавито с этой голеной. В господарках в области не хапаем аль 40% специалистов. Поляпша ситуация пропануется одразу по некольких накерунках. От больше активной проферентационной работы с выпускниками мясцовых школ до переориентации працовных ресурсов на сельскую мясцовость. Особливо это тышится городов с великой колькостью насильництва. 50 тысяч по 60, 70 прирост за 10 лет – это много. Для области это много. Поэтому надо как-то рассредотачивать людей. Если сместить центр тяжести по жилью в район и закрепление... Ну там мы делаем без всяких проблем. Мы сегодня уже пошли по сельским районам уже дальше. Значит мы сегодня выстраиваем маршруты таким образом, чтобы увязать рабочее место горожанину в сельской местности. Чтобы туда двигался автобус рейсовый и вечером забирал. Сегодня у Гомеля проходят урочистые мероприемства, присвященные 74-й годовине вызволения города от немецко-фашистских захопников. Гоноровая варта, военный оркестр и теплые слова в память от важных и мужных вызволителей белорусской земли. Для Кургана Славы, который является символом великого ратного подвига советского народа, собрались ветераны, представители Улады, громадских организаций и брационных коллективов «Молодь» и «Звычайные горожане». Урочистый митинг в парку фестивальне проводится в рамках громадянской патриотической акции «Белоруссия. Земля славы ратной». Под час мероприемства у Кургана была закладена земля, привезенная с местных героических битв, что проходили на территории областного центра, Гомельского и Лоевского районов. Удельники митинга ушановали память загинувших в годы Великой Отчинной войны, усклали вянки и кветки. У адрес присутных видовожцев нашего героичного минулого гучали щирые душевные слова подяги. Яны в свою чергу пожадали подрастающему поколению шановать и заховывать одвоеваны такой дорогой ценой мир на нашей родной земле. В это время я его освобождал в Ельск. Партизан собираются. Мы взяли оврыш, потом пошли на Ельск. Очень тяжело, тяжело это вспоминать. Пусть свято чтут эту победу. Очень нам тяжело досталась эта победа. Чтоб хранили, помнили нас. У этой хвилины урочистые мероприемства, присвященные 74-й годовине вызволения Гомеля, проходят с ля вечного огню на площади Працы. Яны протягнутся в областном громадско-культурном центре. Головная мета – узнавить падеи минулой военной эпохи и дать данину поваги людям, які одважно змагалися с ворогом. Подробязности глядите в наших наступных выпусках новинов. До інших тем. Черговая субботняя промая линии мясовых уладов проведуть у Гомеле 25 листопада. У Гомельским облвыконками на пытание откажен наместник старшини Владимир Владимирович Горбачев. Нумер телефона – 33-12-37. Угар выконками промую линию проведен наместник старшини Сергей Явгенович Андреев. Звертаться в арта по номеру 75-63-33. Линии працуют с 9 до 12 годин. А сегодня мерковать стан работы со зворотами грамадян можно будет подчас промога эфиру программы «Диалог». На пытание откажет керавник справ гомельского облвыконкама Алена Кричковская. Частку программы так само плановится просвятить работе по доброупорадковании. Жихары Гомеля поделятся своими меркованиями про то, как змянился областный центр за последние годы. И те есть у этом их заслуга. Долучайтесь до размовы и вы глядите диалог на телеканале «Беларусь-4» сёння у 19 годин 20 хвилин. Нумер телефона у студии – 34-20-43. Протягиваем выпуск про предприемства «Резиденты свободноэкономичной зоны» Гомель-Ратон. Сё лето протягнули у экономику региона каля 80 миллионов долларов замежных инвестиций. Об этом поведомила керавник администрации СЭС Антонина Яжова. Под час промога эфиру на радио Гомель-Плёс. Найбольше активно сроки укладывают Россия и Украина. До речи, минавито с украинскими предприемствами у опошние два годы назираются больше активное супрацовненство. У якости «Резидентов» СЭС Гомель-Ратон зараз працуют 80 субъектов господарения. С початку года зарегистровано 7 новых предприемств у «Резидентов». До запуска рыхтуются новые вытворчасти. Интересно, это парковочные места будут у нас производиться в свободной экономической зоне. Это то, что не производится пока в Республике Беларусь. Это такие интересные конструкции металлические будут, где многоэтажная парковка предусмотрена будет. «Стафлекс» – это пленка для упаковки продуктов питания. Но это не ново в нашей свободной экономической зоне, потому что это направление у нас очень развито. Ну и металлообработка, пресс-формы. Сегодня самый долгочаканный день для аматора урабить покупки. Так званая «Чорная пятница». Традиция для Беларуси новая. Она пришла в Европу за Америки, где проводится маль паустогодья. У гэтый день гандаль объявляет обвал цен. У Гомели буйные объекты обьяцают скидки до 70%. Але гэта не значит, что их пропануя господар кожного павильону. Но гэ залежит от ассортименту, узровню гандлёвых надбавок и инших факторов. Великие гандлёвые центры в такие дни обслуговывают, прикладно, в четыре раза больше покупников, чем звычайно. Их керавники упевнивают усумленности скидок. От 85 до 95% арендаторов наших участвуют в данной акции. Кто-то с минимальным количеством товара скидочным, кто-то с максимальным. Большие наши арендаторы сетевые, они участвуют, ну, практически на все виды товара у них есть в скидках. Где-то, я опять повторюсь, минимальных, где-то и доходит она и до 50%. После черной пятницы скидочная хваля не завершится уже у надыходящие выходные. У большинства хандлёвых объектов в области пройдут один и один дни скидок. В организациях торговли всех форм собственности покупателям будут предоставляться скидки от 10 до 40% за счёт снижения торговых надбавок, а также за счёт совместного снижения розничной цены с организациями-производителями. Да и инших тем, узгранья на складе пиломатериалов завода «Летя» и «Нормалев» – не реальная надзвучайная ситуация, а частка сценария масштабных влучшений у громадянской обороны, які сегодня пройшли на предприемстве. Работники «ЗЛИНа» суместно с воротовальниками отпрацевали комплекс мероприемств по час махчимых пожаров, военных дзенев и уворвания диверсийной группы. Заходом в учене усадшил Дмитрий Котов. Сгодно с планом в учене проходить раз у три годы. Гэта кульминация постоянно проводимой работы по громадянской обороне. Вельми важно отпрацевать усе дзене у экстремальных умовах, особенно на таких стратегично значных предприемствах, як «ЗЛИН». Существует основной план, план основных организационных мероприятий. В данном случае на предприятии завода «Литя и нормальный» в ноябре должна быть проведена отработка, качественная отработка этого комплексного плана по защите территории от природного и техногенного характера. Аварий, пожаров, работы людей в очагах химического заражения при возникновении каких-то чрезвычайных ситуаций. Сценарий ученев завсёды новый. Головный объём был наближен до реальности. По поведомлению синоптиков, ранецы 24-го листопада – оранжевый у зрои небеспеки. Ветер мостный – до 25 метров за секунду. У вынеку шагу на складе пиломатериалов отбылось у сгорания электропроводки. После шагу распоршался пожар. На предприемстве объявлена усеогульная тревога. Первый этап учения – ликвидация надзвычайных ситуаций в мирный час. Кировнисты предприемства повышают при допомозе СМС-поведомлений. Усе пытания обмерковывают на экстренном посаджении. В этот час выратовальники начинают борьбу с сгоранием и одразу накеровываются до будинка завода управления. Потребуется эвакуация работников с шестого этажа. Задача выполнена поспехово. Далее от працовка деяния в военный час. Оперативная группа и кировники формирования грамадянской обороны отправляются в бункер. Першочерговые планы обороны работников предприемства и перевод вытворчасти на работу у новых умовах. Тут мы отработали и нанесение бомбовых ударов, и разрешение коммуникаций, и перенос производства с одного разрушенного корпуса в другой. То есть реально то, что может произойти. На предприемство трапила диверсийная группа. Пошкоджены основные коммуникации. Это сценарий опошнего этапа ученев. Ликвидация пожару, отшага химичного поражения, воротование потерпелых и обновление работы тепловых и водопроводных сеток, где они повинны быть максимально худкими и зладженными. По выниках у всех этапов робится вы снова. Усё произошло поспехово, однако удельники сподяются, что с такими ситуациями придется сутыкаться только на ученях и не коле у реальным жити. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». В 74-й годовине с дня вызволения «Гомеля» немецко-фашистских захопников просвятили конкурс родословных «Мой род, мой гонор». У им приняли уделы больше, как 40 семьев. Конкурс проходил у двух номинациях – мастацкое оформление генеалогичного древа и семейное эссе на тему войсковой сторонки майородословной. Некоторые удельники собрали больше, как 100 персоналей. Над складанием родословных працевали у всей семьёй. Особные работы самостойно выконали дети. Юные гомельчане познавались со своими протками, доведались про их имёны, род занятков, военные узнагороды. Вся род конкурсных работ самыми текавыми и масштабными были родословные семьи у Литвиновых, Лебедевых, Сельвич, Бородиных и Бондарок. Мы буквально год тому назад в течение двух лет проводили акцию «Мы помним о гордимся», если вы помните. И многие горожане откликнулись, и они писали тоже эссе о своих родственниках. Они присылали фотографии, какие-то архивные документы, наградные листы. И у нас такой архив своеобразный, краеведческий сложился. И этот конкурс, он как-то логически продолжает вот эту акцию, но здесь мы просто хотели уже побудить горожан более скурпулезно изучать свой род. Полная зала и захопленные перошептывания. У гомельчане за аншлагом прошло выступление академичного ансамбля песни и танца Узбройных сил Республики Беларусь. Чтобы просто была снята, она нужна, она нужна. Ансамбля «Амаль» 80 годов. Символичное совпадение, что в его составе как раз 80 талиновитых, процолюбивых и отказных артистов. Причем коллектив только на полову складается с военных, а для усерой петиций проходит «Амаль» по армейску. Строго, худко, зладжано. Инак же было бы просто немогчимо проводить «Амаль» по полтора десятка концертов что месяц. Коллектив с нетерпливостью чекают у войсковых частях, установок эдукации на головных сценах краины. Усяго репертуары колят двух тысяч музычных номеров. Каждый день куем вот это мастерство, а это очень-очень сложно. Поэтому дисциплина раз, высокая ответственность, профессионализм – это уверенность в завтрашний день. И вот из этого складывается, что не каждый может, я вам честно скажу, не каждый может у нас остаться в коллективе. До початка концерта пройшел попередний отбор претендентов на включение у состав ансамблю. Переможцы позмагаются за это право еще и в Минску. Але уже зараз тых, кому посчастило, переполняются эмоции. Побывали на репетиции, да. Там очень здорово. Подготовка, конечно, очень мощная. Будем стараться. У Гомель пройшел галаконцерт 13-го конкурса сценичного, декоративно-прикладного и выявленного мастерства «Серот людей с обмежованными махчимостями». Мероприемство примирковано до надыходящего Международного дня инвалиду. На им выступили выканавцы из всех районов Гомельщины. Финалисты спевали песни, выконывали их на мове жестов, танцевали и читали версию властного сочинения. Частка конкурсантов представила авторские работы на выставе декоративно-прикладного и выявленного мастерства. Свои таленты удельники продемонстровали в девяти номинациях. Левшим уручили дипломы и подарунки. Многие из этих активных людей – постоянные удельники творческих конкурсов, некоторые мают опыт выступлений на республиканском и международном узровнях. Мы не знали, кому отдать пальму первенства, потому что мастерство поднялось, участников стало намного больше. Расширился репертуарный жанр. Здесь были представлены и танцы, и инструментальное, и эстрадное пение, и народное пение. В общем, почти все жанры были представлены. И вы знаете, даже иногда задумаешься, действительно ли это люди с ограниченными возможностями, потому что возможности на сцене, которые мы увидели, они были безграничны. Подобный конкурс талентов на Гомельчине проводится что год, и, как показывает практика, цикавость ДАГО поступово возрастает. Это я еще раз доказываю, для развития творческого потенциала и реализации особистых талентов межа не существует. До речи, в наступном году организаторы плануют додать номинации, например, хореографическое мастерство. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте, в интернете по адресе www.tivergomil.by. Далее у эфира «Спортивный агляд» с новинами спорта вас познайомить. Максим Савин.